У Ирины Игнатьевой к безопасности своей дочери особое отношение. Ее семья живет в Ленинском районе, рядом с парком, который во всем городе славится плохой репутацией. Ирина рассказывает, отпускать ребенка одного ей страшно, поэтому учить дочь не только, как переходить дорогу, но и что делать, когда подходит чужой человек. Например, иди, девочка, я тебе покажу котеночка, или давай я тебе дам шоколадку. Не пойдешь, если тебе так скажут? Нет, не пойду, потому что заманят. Здесь каждый хочет узнать, как грамотно обезопасить своего ребенка от беды. Екатерина Тулина пришла на собрание с сыном-первоклассником. Уверена, на собрании узнает много интересного. Хотелось бы знать, как правильно обеспечить безопасность ребенка на дороге, если она плохо освещена или, допустим, малолюдна. О правилах безопасности родителям рассказывают профессионалы своего дела. Это не обучение, потому что за час научить никого, ничему нельзя. Мы будем говорить о опасностях в природе, опасностях в городе, опасностях в квартире, в общественных местах. Самая главная задача, чтобы люди научились видеть опасности, обращать внимание и понимать, что их избежать нельзя. Но нужно к каждой опасности подобрать безопасное поведение и научить этому детей. Такое масштабное мероприятие в Нижнем Новгороде проходит не в первый раз. Родительские собрания уже стали традицией в рамках выставки «Безопасность охрана спасения». Организаторы уверены, такие встречи смогут не только обучить правилам безопасности, но и уберечь детей. Ведь главное правило – предупрежден, значит вооружен. Анна Колпаева, Алексей Завылов. Время новостей.